Здравствуйте! Один фермер разводил на бахче арбузы, но каждый год, собирая урожай, он был разочарован, потому что часть урожая крали воры. Тогда он однажды, в этом году, применил новую технологию, и вот бахча начинают созревать арбузы, и посредине бахча стоит табличка Внимание, воров! Один арбуз на этой бахче отравлен. И когда он пришел собирать урожай, он заметил, что все арбузы выглядят на месте, но внизу табличка приписка, теперь их два. Смысл такой, что если вы отравляете и не знаете какой, то вы в ответ получаете то, что теперь вы точно потеряете весь урожай. Если в этой книге вы начинаете сомневаться в каком-то одном стихе и говорите, что это место, оно не истинно, и может быть это что-то не так с этим местом, Тогда вы постепенно потеряете всю Библию недоверия ко всей Библии целиком. Библию надо ценить и проглатывать комплексно и целиком, ничего не выбрасывая, и это хорошо знать и уметь сначала сказать аминь на какое-то место Писания, И только потом мозги нужны для того, чтобы это как-то уравновесить и вставить, как это будет соотноситься с моей жизнью и с моим пониманием жизни. И для этого насчет вот этих вот утрясений в практической жизни есть очень масса, много книг разных мудрых людей. И из этих книг они настолько бывают хороши, что им начинаешь верить, и в этом их преимущество, их недостаток. Я хотел поговорить о тех верующих христианских книгах, которые мы читаем, и как их выбирать. Потому что, ну, скажем, однажды мне в свое время пришлось репатриироваться в землю Израиля, и я посмотрел на свою библиотеку, и я подумал, что из этих книг мне стоит взять с собой, а что оставить. И я понял, что правду говорят, что книга, которую не стоит читать два раза, ее не стоит читать и одного раза. И у многих людей есть такая болезнь, что они заменяют христианской литературой чтение священных писаний. Но все же христианская литература, она есть, она достойна внимания, на нее нужно тратить время после чтения писания. Итак, я хочу посвятить некоторое внимание на то, как стоит выбирать новую книгу перед тем, как прочитать. Как о ней узнать, что эта книга действительно принесет мне благословение. Потому что основная масса верующей христианской литературы похожа на китайскую лапшу быстрого приготовления. Пока жуешь вроде ничего, но хватает ее ненадолго. Основная масса литературы сводится к такому вот плану, что в первой главе автор рассказывает, какое у него было состояние до того, как. Потом рассказывает, какое он получил откровение по поводу вот этого грехов или недостатков. И потом с третьей главы до конца книги, 10, 20, 30 глав, он описывает, как Библия подходит под это, относится к этому откровению и приносит все ссылки писания и рассматривает это. 70% литературы, которая прошла через мои руки, во всяком случае. У меня такое впечатление. И один из выводов, который я сделал для себя, потом я открыл для себя Льюиса, и там была статья о старинных книгах. И я из нее зачитаю отрывок. Она мне очень понравилась, она мне помогла выбирать та литература, которая действительно для меня будет благословением. Я посмотрел на все прошлые книги, которые я читал, и я согласился с утверждением, что книга, которая дает нам благословение, они, да, читаются больше одного раза, и нужно больше уделять внимание старинным книгам. Я позволю себе длинную цитату из статьи Льюиса о старинных книгах. У всякой эпохи свой кругозор. Она особенно четко видит одно, и особенно слепа на другое. Поэтому всем нам нужны книги, это восполняющие, то есть книги других веков. Одной и той же эпохи грешат каким-нибудь одним общим недостатком, даже такие, которые, как я, стараются идти против духа времени. Когда я читаю старые споры, меня всегда поражает, что противники принимают как данность что-нибудь совершенно для нас неприемлемое. Сами они думают, что ни в чем не согласны, а на самом деле множество мнений объединяет их друг с другом и противопоставляет всем прочим векам. Не сомневайтесь, что слепое пятно XX века, то самое, о котором потомки скажут, и как они могли так думать, там, где мы и не подозреваем, роднит оно Гитлера с Рузвельтом Уэллса с Карлом Бартом. Никому из нас не дано полностью избежать этой слепоты, но мы ее увеличим, если будем читать только своих современников. Когда они правы, они сообщат нам истины, которые мы и без них ощущали. Когда они не правы, они углубят наши заблуждения. Средство против этого одно – проветрить мозги воздухом других веков, то есть читать все те же старые книги. «Конечно, в прошлом нет никакой магической силы. Люди были не умнее нас и ошибались, как мы. Но они ошибались иначе. Они не поддержат наших ошибок, а их ошибки видны невооруженным взглядом. Книги будущего были бы не хуже, но их, к сожалению, не достать». И я назову три книги, которые очень сильно повлияли на меня, и, может быть, они сослужат добрую службу и вам. Это, во-первых, «Фома Кемпийский о подражании Христу», это «Жанна Гейон. Познание глубин Иисуса Христа» и «Освальд Чемберс. Все, что могу, во славу его». Будьте благословены. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»